Всем пламен hello! И с вами я, училка английского Мария Бадхан. Поехали! Учите английский язык и при этом не говорите на нем, не практикуйте, а все учите грамматику, изучаете правила. Сегодня я вас научу нескольким методам, которые помогут вам говорить на английском языке. Метод чукчи. Что вижу, то пою? Почти. Что вижу, о том говорю. Комментируйте любое свое действие на английском языке. В любой ситуации можно начать описывать предметы, которые находятся рядом с вами. Если вам это порядком надоело, предлагаю перейти к методу самоанализа. Помимо того, чтобы описывать происходящее, вы можете говорить о том, как вы к этому относитесь, что вы чувствуете в этот момент, о чем вы думаете и о чем мечтаете. Фишка в том, что все это надо говорить по-английски. И еще одна маленькая деталь. Вслух. Метод самолюбования. Вам нужно подойти к зеркалу и начать говорить самим с собой по-английски или записывать свой голос на диктофон и слушать себя. Или посылать всем своим друзьям сообщения на английском языке. Да, аудиосообщения. Не телепатические сигналы посылать, а вслух все произносить. Возможно, некоторые друзья вас заблокируют, но вы должны кайфовать от своего голоса и от того, как вы выглядите в тот момент, когда говорите по-английски. Метод самолюбования. Если вы сами не готовы это выдержать, что ж вы надеетесь, что другие люди будут это терпеть? Следующий метод – метод шахерезады. Лучше не доучиться, чем переучиться. По 15 минут в день, конечно, заниматься просто прекрасно. И звучит это все очень хорошо. Но на деле, если вам это в тягость, то это все очень быстро прекратится. Вашу лавочку прикроете вы сами. Конечно, чем больше практики, тем лучше. Но не переживайте, это не как с тренировками на попу. Не растолстеете во время длительных перерывов. Раз уж мы заговорили про спорт, метод качка. Возможно, сложно выучить английский язык. Я вообще не понимаю таких формулировок. Я хочу выучить английский язык. Да если бы я с таким лозунгом жила бы, давно бы застрелилась. Метод качка заключается в том, что вам просто нужно выполнять какое-то одно упражнение, не включая мозг. Если вы решили позаниматься английским, но ваш мозг уже не работает, почему бы просто не почитать английский текст вслух? Систематичность таких упражнений обязательно даст о себе знать. И не надо ждать, когда придет тот великий понедельник, с которого вы начнете учить английский язык. Казалось бы, абсурд, но следующий метод – метод лентяя. Не нужно усложнять. Просто относитесь ко всему попроще, в том числе к временам. Нафига вам учить present perfect, если вы и в past simple не можете двух слов связать. Учите грамматику только по своему уровню. Откажитесь и вовсе от пассивного залога. Подлежащее сказуемое, подлежащее сказуемое. Пусть это будет схема всей вашей речи на английском языке. Ничего, со временем сдвинетесь с мертвой точки. Следующий метод – есть. Нет, не жрать. Имеется в виду – есть. Где-то что-то имеется. Например, есть много разных способов изучать язык. Вы начинаете мямлить просто потому, что вам не хватает конструкции «there is, there are». Мне кажется, она настолько часто употребляется в речи, что даже уровню elementary ее не избежать, даже используя метод лентяя при этом. Метод пулемета. Что это значит? У вас должен быть определенный запас фраз, который поможет вам выкроить время во время разговора для того, чтобы подумать. Ведь вы не задумываетесь, когда вас спрашивают «How are you?». Вы говорите «I'm fine, thank you». Придумайте что-нибудь поинтереснее. Например, «Can't complain, tell me about your day». «How are you doing?». Вот уже вы выстрелили фразой. Собеседник начнет рассказывать вам про свой день, а вы быстренько, судорожно будете составлять предложение о том, как спросить, как его жена. Для того, чтобы в совершенстве овладеть методом пулемета, вам просто необходим мой комплект карточек разговорный. Там есть готовые фразы, которые позволят вам, не задумываясь, отвечать на вопросы или задавать вопросы. Вся идея построена на методе интервального повторения. Это единственный способ заставить наш мозг что-либо запомнить. Вы просто повторяете новый материал через 24 часа, затем через 3 дня, затем через 7 дней. То же самое работает с карточками. Берете несколько карточек, выучили, через день повторили, еще через 3 дня и неделю. Бинго! Слова у вас в кармане. Можете приступать к методу пулемета. И последнее. Метод блокнота. Просто всегда с собой носите блокнот. Возможно, вы разговаривали сами с собой, и у вас появились вопросы, на которые вы не смогли дать ответ. Запишите, погуглите как-нибудь, но у вас уже будет маленькая заметка в блокнотике. Основное правило метода блокнота заключается в том, что прежде чем что-то новое туда записать, нужно прочитать то, что было уже написано. Ну а сейчас немного ютубовской банальщины. Подпишись на мой канал, поставь лайк и напиши в комментариях, какой метод тебе больше всего понравился. Всем пока! Bye-bye!